привет друзья подписчики моего канала просто зрители привет сегодня хочу вам показать еще один дальневосточный рецепт малосольной рыбы красной которая длительного хранения посмотрел других авторов очень часто люди спрашивают а можно ли долго хранить да можно и можно хранить ее очень долго она была малосольная и такая же вкусная для этого нам потребуется рыбка по самой рыбки рыбка была частный сезон красная рыбочная зима либо было замороженная по заморозке дам вам один совет не теряла своих вкусовых качеств ни внешнего вида после кого вы поймали вы потрошили не надо ее мыть а прям как она есть вот в этой своей слизи заверните в туафан и убирайте морозилку и что берем есть как бы защищает рыбу от вымораживания и на тем самым не теряется качеств после того как я достала и она меня вот оставила вот и нет обычно делать удобно оттаяла опять же вот рыбу мы не моем не она не сады больше не соприкасает я беру нож убираю всю слизь всякие бяки с нее либо и даже она была чистенькая вот такую рыбку мы будем солить это нам понадобится вот такой кусочек я думаю 2 столовых ложки крупной соли и две ложки сахара это перемешиваем только сахар один к одному но это стандартный рецепт дартный состав для засолки рыбы молотольный перемешали соль сахар дальше мы делаем что уберем эту смесь и вот так вот засыпаем нашу рыбку если любите там укроп какие-то там петты добавляйте не бойтесь я просто не люблю мне нравится рыба со вкусом рыбы красной все обильно мы ее посыпали со стороны кожи мы с ней ничего не делаем вот смотрите присолили довольно таки тщательно дамы и засыпаем солью и в таком вот положении оставляем ее примерно на два часа через два часа не вернемся я вам покажу что с не будет происходить дальше вот друзья смотрите рыбку мы посыпали вместе с солью сахара и просто и нужно поставить под небольшим углом чтобы было то которую сейчас вытягивает соль и сахар из рыбы она у нас не капали вот не на рыбе не под рыбой а просто стекала сюда и и будет довольно таки много рыбку мы будем солить минимум 6 часов или 6 чтобы можно попробовать и вкусно построить можно будет сахаром убрать и потом продолжить но мы еще не вернемся видите соль начала делать свое дело он не стекает 1 это просто рыбка для копчения рецепт копчения мои рыбы вы можете посмотреть меня на канале это соль это точно также вопрос это вот коптится это будет масса когда вы положили рыбку присолили поставьте мать небольшой поднимать небольшой уклон чтобы вода внутренне то несколько за лишняя влага с ней утекала так вот я прошли сутки как мы поставили нашу рыбку ветерем они снимал но и через 8 часов я взял нож и снял с нее всего соль и оставил открытой не накрывал ничем просто на ночь на противне вот у меня посоха видите абсолютно сухая здесь сейчас мы продолжим вот видите рыбка абсолютно сухая никакой воде у нее нету сольная получилось потому что на столе всего 6 часов и за счет того что она подсохла но сейчас продолжим ее в дальнейшем пропуск ничего не выдачь срезать или он может было сразу следить надо когда было мокрое было не неудобно следовать эти косточки все лишнее нам это не нужно за счет того что мы добавляли сахара стала более упругая за реберной кости вот такие движения ничего сложного нету самое главное чтобы в рыбе не было воды влаги ли тогда на буду воскновить самого сольная до полугода спокойно при холодильнике здесь не происходит вкус она никак не своей не потеряла за счет того что нет ни воды хорошо стоять меня это и вот пока смотрю видео обычно полет мало столь наделать семгу и срезают с нее брюшко потому что брюхо у съемки там одно слово и на очень жирное потому что кормят врачи вот нам искусственные подкафы кормят он ли корму на подрыва практически не двигается и поэтому так жиреет это не такая жирная потому что это не в ней выращивается в искусственных водоемах пока дикая она не живет в неволе не размножаются марка размножают и выпускают форму отстоит дать срезаем все эти полнички на цвета не нужно его можно позвать то любит дальше что мы делаем нам нужно снять с нее кожу кожа нам тоже больше не нужно уважаемых постом пальцем ногтем чуть-чуть подрываем воздействие хвостю мясо маленько упал для самого куклы и вот таким движением снимаем кожу полник обрезал это нам не надо это просто подрезаем полнички плохо обрезал видеть плавник вот она идет шкурка можно делать не подробно на найти из них и поддержку или раньше сейчас понятно смотрите что делаем дальше подровняем по симпатичнее чистая филешка и теперь это филе мы нарезаем может берем ставим под углом страна спины мне просто удобнее на такие вот кусочки примерно сантиметр можно чуть больше не принципиально разрезаем или я поздно такие шмаки охотно сухой и не вкусный для вкусов на паренька развалился делать не то же самое просто некрасивый кусочком на вкусе это никак не отразится дальше берем что вот эти куски мы заливаем хорошенько поливаем растительным маслом и тщательно их так вот чтобы они каждый кусочек был практически пропитан обмазывать на масло некоторые масло прокаливает но я думаю это не надо делать любите остреньку добавьте сюда перца самое время красного перца добавить можно укропчику насыпать делаем что дальше берем и такие баночки можно побольше и по не разные объема бывают смотрите и укладывая в рыбку в эту баночку плотненько укладываем ее уложили заливаем масло на то и укладываем второй слой вот уложил запихнуть опять заливаем масло масло уходит довольно таки много как вы поняли но вот такая рыбка хранится до полу года без проблем она не потеряет ни цвет ни вкус ничего уложили опять залили масло вот видеть масло практически выступает потом когда вы будете кушать вы открыли и достали положили в тарелку масло с не стечет и можно добавить туда уху зеленого горошка и вот отлично салатик можно пушать так с пивом прям брать и закусывать такая рыбка хранится малосольного видео очень долго закрыли плотненько крышечкой и убрали просто холодильник все вот такая вот красота у вас будет стоять открыли захотелись картошки круглосварели с маркетом с укропчиком отличное дополнение попробуйте не пожалейте тем приятно кому понравилось видео ставьте лайки кому не понравилось дизлайки пишите свои комментарии непонятно отвечу всего доброго до новых встреч